Так что, ребята, всем привет! Сегодня у нас на обзоре вот такая вот китайская приставка, которая позволяет сделать из любого старого телевизора смарт-тв, вай-фай, добавить приложение по типу там ютуба, кинопоиска, нетфликса и всего того прочего. Пил я ее на Wildberries. Производитель заявляет, что она даже 4К, как и качество видео, которое записано. Что у нас здесь на наклейке, давайте посмотрим. На наклейке пишется, что здесь у нас Android 10, гигабайт оперативки, 8 памяти. Кому интересно, купил я ее по рублям примерно 1500 рублей, плюс-минус, я думаю, она так стоит, 1500, называется она X96. Я выбирал самую дешевую приставку из тех, на которой были более-менее какие-то адекватные отзывы, которая просто работает, не зависает, чтобы из старого телевизора сделать смарт-тв из минимальных, так сказать, вложений. Так, ну и как говорится, не будем ходить вокруг да около. Смотрите обязательно видео до конца, ставьте лайк, пишите комментарии. Мы эту приставку подключим к монитору, проверим, на что она способна, будет ли она глючить, подключится ли она к вай-фаю, какие она увидит сигналы. Вы увидите, что ожидать от подобного вида приставки. Так, ну давайте начнем, так сказать, распаковку, посмотрим, что вообще нам положили в комплект. Сразу что бросается в глаза, приставка очень маленькая. У меня была подобная приставка, Xiaomi Mi Box она называлась, и она вот даже меньше. Если, например, ее сравнить с телефоном, вот у меня телефон Poco X3, мой старичок, которым до сих пор пользуюсь. Вот смотрите, он половину меньше, то есть она где-то, я бы сказал, 6 на 6 сантиметров. Это приставка, ну дизайн, дизайн судите сами, дизайн дело субъективное. Я вам так предоставлю такую качественную съемку в 4К, а вы сами посмотрите. Посмотрите, что вам интересно, здесь есть пломба, китайцы тут поставили пломбу, что здесь все ништяк, здесь есть 2 USB, SD карточка есть, видимо можно смотреть с нее киношку, подключить флешку. Интересно, кстати, какие форматы она будет читать. Есть подобное устройство, которое читает только какой-то AV, а уже типа МКВ не будут читать. Здесь у нас есть питание, порт интернета, HDMI, выход на, кстати, тоже какой-то, видимо, сейчас мы найдем в комплекте, наверное, на старый телевизор. И типа, судя по знаку, инфракрасный порт, но не знаю, как это будет здесь сделано. Давайте приставочку пока отложим. И посмотрим дальше, что положил нам здесь производитель. Упаковка, в принципе, неплохая, хорошая, картонная, плотная. Что у нас здесь? Адаптер, адаптер, вот такой адаптер. Made in China, в принципе, неплохой, нехороший, я бы такого назвал на троечку такой адаптер. На твердую троечку. Лезем дальше и видим, что у нас. Ага, тут у нас лежит пульт. Пульт. Медиа-центр написано. Здесь уже не написано, что это какой-то X96 или что-то. Здесь просто медиа-центр. Возможно, такие приставки, они продаются под разными названиями, пересобирают начинку, то есть это рандом, что попадется. Ну вот здесь приложение, настройки, кнопочки выделены. Пульт такой минималистичный, довольно удобный. Пластиковый. В этом отсеке больше ничего нет. Лезем дальше. Немножко неудобно здесь, конечно, все это открывается. Я бы сказал, даже очень неудобно. И здесь на самом дне у нас положили, положили, ребята, HDMI. Это вообще круто. Что в такую бюджетную приставку положили HDMI. Даже здесь у нас есть заглушки такие пластиковые. Качество HDMI тоже, я бы сказал, на твердую троечку. Ничего приставка не пахнет, там каким-то китайским пластиком или еще чем-нибудь. То есть ничего такого нет. В принципе, вообще запаха у этой приставки нет. И, соответственно, инструкция здесь. Это туда, это сюда. SD-карта. Подписано, смотрите. Написано, вот это вот карт, это карт, USB, это USB. Глупая довольно инструкция. И она здесь пишет, подключите. Короче, к роутру к смартфону. Получается, даже к планшету можно подключать. Каким-то образом, видимо. То есть, если у вас нет Wi-Fi, вы можете, я не знаю, подключить сюда интернет, к ней. А она уже раздаст Wi-Fi или как это работает. Я точно не знаю. По моему представлению, она принимает Wi-Fi и посылает сигнал на телевизор. Вот такая минималистичная инструкция на английском языке, где минимум информации. Вот инструкция. Подсоедините TV-бокс с питанием. Соединить TV с HDMI. Для беспроводного соединения включите интернет через LAN кабель к модему или роутеру. Для беспроводного выберите Wi-Fi сеть и введите пароль. То есть, вот такая простейшая инструкция. Даже какая-нибудь бабуська может это соединить и получить из своего старого древнего телека SuperSmart TV. Но это пока только на словах. Сейчас мы все с вами проверим, подключим. Давайте подключаем и переносимся вот в этот монитор. Так, ну что, ребята, вот пульт у меня в руках. Приставка запустилась, кстати, прям мгновенно. Я подключил ее через родной кабель. Все, чтобы по-честному было через HDMI. Так, на что мы имеем? Заходим в вот такой главный экран. Здесь у нас Netflix, Google, YouTube, Google Play, Chrome, приложение. Давайте посмотрим, что здесь есть в настройках. Ага, настройки здесь. Интернет, аккаунт. Давайте подключим интернет, посмотрим. Так, интернет есть. Вводим пароль. Так, все мы соединили. Соединились тоже, в принципе, быстро. Кнопки щелкают очень сильно. Вот, можете слышать на микрофон, какой у них противный, так сказать, звук. Но это у всех дешевых китайских пультов, там, от Samsung, LG. Если купить какой-то пульт, все время так все работает. Ну, вот, к примеру, интернет мы подключили Wi-Fi. Давайте, допустим, мы хотим посмотреть YouTube. Все в реальном времени я вам показываю через карту захвата. То есть, все запускается в реальном времени, как это будет на телевизоре. У меня есть с чем сравнить. У меня был Mi Box. У меня был и есть, точнее, Smart TV, который, так сказать, я пользуюсь Samsung, где очень быстрый Smart TV. Я, ну, есть с чем сравнить, посмотреть скорость. Что у нас здесь? Всякая-всякая-всячина, которая у нас в трендах. Мультики, блин, меня тут не забанят. Ну, давайте что-нибудь я нажму. Израиль, давайте посмотрим мелодраму. Мелодрама. Люблю мелодрамы. Как, просто, как она запускается? Какое качество? То есть, все в реальном времени. Попробуем сейчас покрутить. Так, реклама уже пошла. Какие-то есть небольшие дефекты на экране, но не знаю. Так, еще одна реклама. Да, по все время на YouTube очень много рекламы. Кто не заметил, очень много. Пропускаем. Называем Skip. Кстати, все по-английски. И давайте посмотрим настройку. В каком разрешении у нас запущено? У нас запущено 1080. Монитор у меня тоже 1080. В принципе, да, он это видео запустил. И это видео работает. Давайте попробуем перемотать. Вот я зажимаю кнопку. Идет перемотка. Обычно, когда перематываешь, тоже начинаются какие-то глюки, подгрузки. Вот давайте перемотаем прям далеко-далеко на целый час. И сразу нажимаем play. Play нажали. Прямо ментально, реально. Прямо вообще быстро работает. Я вот от Xiaomi даже не вижу разницы. Так, а здесь, кстати, есть какая-то кнопка, типа мышка. Вот нажимаю, и появляется выйти в меню мышки. То есть, возможно, по USB можно подключить мышку. А почему возможно? Давайте мы сейчас с вами это проверим. Я сейчас подключу мышку, и мы продолжим. Так, ребята, прошла секунда. Я подключил мышку. Вы удивитесь, мышка реально работает. То есть, я просто воткнул ее в USB. Это приставки. И смотрите, я могу выбирать настройки. Настройки качества. То есть, все, все реально работает. Только как выйти в главное меню, я не знаю, как здесь назад нажать. Но давайте я на пульте нажму назад. Вот на кнопку домой. И возьму мышку. И смотрите, реально можно прям зайти в настройки. А, ну это опять те же самые настройки по интернету. Ну, например, если вот не YouTube, то как назад, я не понимаю. Вроде правая кнопка мыши. Допустим, ну допустим, Google Play. Я захожу, и мышка реально работает. То есть, можно выбирать. Там присоединится. Раз. Там. То есть, это реально круто. Я вот, если честно, очень сильно удивлен, что эта приставка. Вообще, вот это, наверное, такие типы думаете. Чего он там удивляется? Купил приставку, где написано, что Smart TV. И он удивляется, что она работает. Вы просто почитайте отзывы. Залезьте куда-нибудь на зону на Wildberries, где приставки просто не работают. Они включат, вылетают, отключаются. То, что здесь вообще что-то работает, это типа чудо. Но вот в Google Play сразу, смотрите, не заходит. Происходит какая-то загрузка. Давайте подождем. Да, вот еще, смотрите, какая фишка. Здесь можно добавить приложение. Аккаунт никакой здесь не введен. Я нажимаю плюсик. И здесь якобы, ну типа предустановлено, что ли, я так понимаю. И я могу их, в общем, добавить. Двойным щелчком. Точнее, одним щелчком. Вот YouTube могу добавить. Вот это могу добавить. Local Update. Камеру какую-то можно добавить. Короче, хрен его знает. Галерея. Нажимаю правую кнопку. И вот эти штучки у меня здесь появляются. Типа, иконки быстрого доступа, что ли. Не знаю. YouTube, короче, работает. Вот я вам сразу скажу. 90% пользователей берут эту приставку, чтобы смотреть YouTube. И в принципе, больше ничего не надо. Но мы сейчас попробуем войти в аккаунт. Все равно как-то здесь что-то сделать. Почему он не пускает нас в Google Play? Он предлагает. Давайте вообще поищем русский язык. Почему здесь нет русского языка? Хотя бы он не китайский. Это уже хорошо. Стройки девайса, дисплей. Так, где у нас тут язык? Язык, саунд. О, language. Давайте посмотрим. Блин, довольно много, смотрите. Языков реально очень много. И славянский, и португальский. Все есть. Выбрали русский. Правая кнопка – это, короче, назад. Все. Все у нас по-русски заработало. Это, кстати, тоже круто, что вообще есть по-русски. Это круто. Но, тем не менее, в Google зайти я не могу. Какая-то идет длинная загрузка, и ничего не происходит. Короче, ребята, у меня есть такое подозрение, что это вообще фикция, что здесь вообще нельзя ввести аккаунт. Я сейчас подождал минут 5-10, ничего не загрузилось. Давайте попробуем как-то схитрить через YouTube. Например, попробовать войти, вводить в аккаунт, уникальная подборка видео. Давайте попробуем здесь войти, выберите аккаунт. То есть, мы переходим в меню вот этой загрузки аккаунта. То есть, интернет работает, все подключено. И вот на этой загрузке ничего не происходит. Не дает войти, в общем, в Google аккаунт. Соответственно, вы не можете загрузить никакие дополнительные приложения. Вы не можете ничего скачать, вы не можете там свою подборку сделать. То есть, это вообще очень-очень неудобно. То есть, вот происходит такая загрузка. Все, типа, войдите, войдите там. Но ничего не происходит, как будто это просто оболочка. Есть такое подозрение, что вот эти вот приложения, которые здесь установлены. Музыка, там, Chrome, Browser, короче, Netflix. Это все. То есть, все, что на можете рассчитывать. Это YouTube, Netflix и там пару каких-то неизвестных приложений. Половина из них это Upgrade. Типа прошивку здесь накатывать новую. Возможно, кстати, с новой прошивкой здесь что-то появится. Я сейчас в интернете, кстати, посмотрю. Вышла новая прошивка. Сейчас попробуем с вами накатить. Очистка памяти. То есть, ничего здесь я не могу добавить своего. Здесь, как, знаете, как на iPhone, на Android. Типа все Android, но, точнее, iPhone, а по факту за иконками ничего нет. И также здесь я не могу добавить. Я могу добавить то, что здесь установлено уже. То есть, производитель, чтобы это смотрел, я могу. Так, ну что, ребята, что бы хотелось сказать. Посмотрел я в интернете, почему там она не заходит в Google. И мне выпала куча всяких статей, что там надо что-то куда-то прошить, что-то куда-то залить. Спаять какой-то программатор. Короче, я понял, что я этого делать не буду. Как и 99% вообще моих зрителей, людей нормальных. Никто не будет заниматься этой ерундой. Если вы хотите, чтобы приставка работала, заходила в аккаунт, покупайте оригинальные Xiaomi, которые будут стоить, ну, минимум, там, в два раза дороже. Тот же там Mi TV Stick или там Mi Box любого поколения. У меня на компьютере все, ой, на телевизоре все работало без проблем. Все, зашел, нашел, сел на диван, пиво открыл, начал, короче, смотреть телевизор. А вот это вот прошивать нет. Короче, смысл в том, что надо залезть, получить какие-то там рут-права. Кто с Android знаком, это как в Windows копаться тоже, там, залезть, удалить какие-то браузеры, рут-права, что-то там почистить, наладить, накатить Android. То есть здесь, в принципе, уже стоит 10 Android, а ролики, которые я в интернете смотрел, там, по 7, по 8 Android, то есть даже в 10 Android я не могу войти в аккаунт. Ну, в принципе, это, конечно, несомненно, большой минус. Но, опять же, я могу смотреть YouTube, просто нажимать, смотреть, транслировать сюда с телефона. Кстати, давайте тоже это попробуем, получится ли транслировать с телефона без аккаунта. Ну и, короче, он его не видит. Он видит вот мой телевизор Samsung 6 Series. Я пытаюсь найти YouTube. Мы в одной Wi-Fi сети, то есть все нормально. Я нажимаю значок и не происходит. Возможно, если можно там вручную что-то добавить, возможно, можно. Но, как бы, из коробки, что вы получаете от этой дешевой-дешевой китайской приставки? Да, Wi-Fi работает быстро, все, интерфейс работает. Получаете вот такой щелкающий противно пульт. А, здесь у меня режим мышки. Вот, кстати, режим мышки, который я вам показывал. Вот его отключаем и все, начинаем щелкать. В принципе, что-то в поиске, найти голосового поиска, кстати, здесь тоже нет. Потому что это устройство бюджетное. Если бы был голосовой поиск, это, в принципе, такой медиакомбайн. Без проблем что-то нашел, включил. Ну, можно. Можно что-то запустить, найти. Потом он рекомендации все равно, наверное, будет подкидывать по вашим запросам. То есть, такой получается кастрированный огрызок от Smart TV приставки, который в теории и на практике можно допилить руками, что-то там закачать, какие-то права получить и всякую хрень. Да, Full HD работает, 4K не проверял, работает быстро. Скорее всего, он даже в браузер не зайдет. То есть, вот эти все иконки, которые вы видите, это, в принципе, вообще фейк. То есть, здесь, ну, не знаю, Netflix. Должно Netflix заработать, если вы введете, да, аккаунт, можете его пользоваться. Но все, что пользуются, YouTube включают. То есть, по сути, кроме YouTube, так он новую версию предлагает, ну, наверное, будет работать. Я Netflix не пользуюсь, я проверять не буду. То есть, если вы хотите старого телевизора сделать, чтобы он как-нибудь показывал YouTube-ролики какие-то на фоне, или там кино смотреть, в принципе, это неплохая штука. USB можете поставить, флешку, мышку подключить там. То есть, все, что вы видите на экране, можно вообще все это вот растереть, вот так, большую, так, YouTube нарисовать, такую красную кнопку, которую вы так нажимаете, YouTube. Все, и вручную тык-тык-тык-тык-тык-тык пишете. Возможно, если, так как это Android, сюда можно подсоединить клавиатуру, и он будет писать. Но давайте мы тоже это проверим. Давайте, раз вам интересно, раз это уже у нас такой полноценный обзор давайте представим что мы хотим подключить сюда беспроводную клавиатуру чтобы быстро находить какие-то запросы нажимаем поиск сейчас я подключу клавиатуру и да о чудо о чудо клавиатура работает вот я пишу по-английски по-английски уже могу писать сейчас я попробую сменить язык не меняется вот так все равно пишет почему-то по-английски может нам попробовать здесь не получится ну короче хотя бы по-английски в теории вы можете как-то поменять язык как-то здесь писать но стандартными способами язык здесь не меняется но клавиатура подключается благо здесь два usb провода один для мышки 1 для клавиатуры короче целая игровая приставка в целом все работает хочешь с мышки хочешь с пульта раньше вообще телевизор плоскогубцем переключали тут пульт я думаю там пару кнопок набрать там смотреть а4 нажал все сидишь смотришь короче кайфуешь по большому счету ничего кроме ютуба в этой коробке за полторы тысячи рублей нет все что вы хотите получить от него больше нет самое главное что забыл сказать вот я пользуюсь например кинопоиском если вы пользуетесь какими-нибудь или вики и ока и так далее нет у вас ничего здесь ничего с вами добавить пока не добавить аккаунт чтобы добавить аккаунт надо короче что-то там запариться залезть куда-то в 4 пда что-то там скачать накатить прошить получить труд права короче вы телевизор не будете смотреть вы будете только настраивать тыкать и щелкать и может быть если вам повезет то у вас все заработает но по факту с коробкой вы имеете голый youtube и просто куча короче красивых иконок да работает быстро катится нормально видео не запирает звук есть не мерцать не рябит не греется не выключается вот такой обзор кому понравился обзор ставим лайк подписываемся на канал и всем пока а